В Иркутске сегодня получили возможность пообщаться с теми, кто уже добился успехов в энергетической отрасли. О том, почему компаниям важно поддерживать молодежь и еще на этапе обучения вводить будущие кадры в курс дела, расскажет Даниил Седов. Студент четвертого курса Института энергетики Сергей Прохоров за годы обучения в ВУЗе уже успел многое узнать о своей профессии и дальше планирует совершенствоваться, чтобы работать по выбранной специальности. Уже сейчас изучает предприятие, куда можно трудоустроиться. Новая возможность узнать больше о потенциальных работодателях у студента появилась сегодня. Он пришел на встречу с руководством энергохолдинга «Н-Плюс Групп». Для меня это показалось очень интересным, что мы можем побеседовать непосредственно с руководителем. Беседа была очень интересная, то есть вопросы задавали как и студенты, так и действующие работники и предприятия. Большинство вопросов касались дальнейшего развития энергетической отрасли в Иркутской области и программ подготовки молодых специалистов. Это такие проекты энергохолдинга, как Академия IT, Лаборатория энергетики и Моя карьера. Каждая из них позволяет выбрать и поддерживать наиболее талантливых и перспективных ребят. Многие из участников потом успешно строят карьеру в компании, где по инициативе ее основателя Олега Дерипаски всегда делают ставку на молодежь. И сейчас, несмотря на непростую геополитическую обстановку и санкции, все обозревательные и инвестиционные проекты планируют сохранить. Сибирь это промышленный центр России. Здесь огромный потенциал по строительству новых ГЭС, по развитию энергетической инфраструктуры. Все сегодняшние наши молодые сотрудники и ребята, кто завтра придет на производство, должны обеспечить этот экономический рост. Эти встречи очень важны, чтобы сфокусировать, скорректировать, а самое главное, спланировать совместные планы компаний и университетов. Мы как раз поднимали вопросы, связанные с импортозамещением, с развитием внутреннего рынка топливно-энергетического комплекса, в том числе подготовка кадров и выполнение научно-исследовательских работ по этим вопросам. Это значит, что уже сейчас студенты получают навыки, которые соответствуют требованиям современного мира. А постоянный диалог уже состоявшихся специалистов и тех, кто лишь начинает свой профессиональный путь, еще один залог того, что энергетику Сибири ждут новые свершения и рекорды. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням. Как студенты, которые живут в Свердловском округе,